Идеалист Вы знаете, идеалист — это всё-таки не синоним слова «глупец». А вот мне, допустим, Михаил Валентинович Ковальчук сказал, что Михаил Сергеевич Горбачёв был просто глуп. — Ну, я не сужу людей так строго, как правило, но я вам точно могу сказать, что, по-моему, он до сих пор не понял, что он сделал. — Вы считаете, это незащитная какая-то игра, потому что расписаться в том, что его так обыграли, это, в общем-то, на самом деле для политики? — Ну, я не думаю, что это защитная реакция. Он действительно уверен до сих пор, что он прав. Хотя, действительно, каждому человеку свойственно думать, что он всегда прав в каждой ситуации. — А в 1996 году была альтернатива Ельцину? Мы же с вами неоднократно говорили на эту тему, что у Зюганова был впечатляющий рейтинг. И вы справедливо отвечали, что, в общем-то, Зюганов бы не смог бы, как вы тогда говорили, не знаю, как сейчас, что вы по этому поводу думаете, не смог бы вывести Россию на верный путь. — Ну, прежде всего, и Зюганову бы не дали это сделать. — Кто не дал? — Ну, в спецслужбах со стороны Александра Коржакова были все, как бы, предпосылки для того, чтобы не дать состояться приходу Зюганова к власти при любом целях. — То есть они были готовы даже к каким-то силовым действиям? — Да, они были готовы даже к силовым действиям. То есть у Зюганова шансы выиграть выборы у него, может, и были. Хотя, опять же, та команда, которая работала электорально, она была со стороны Ельцина гораздо более грамотной и эффективной. Вот. Но шансов стать президентом у него, безусловно, не было. — Ну, я, понимаете, в публичном поле уже нахожусь не первые десятилетия, поэтому вряд ли я могу получить вопрос, который бы я не ожидал. Формат вообще такого, ну, глубокого интервью, он практически на телевидении не существует. Есть очень немного передач, где действительно можно поговорить. Ясно, что ведущему интересно задать те вопросы, которые интересно задать телезрителям.